Салют! Мы находимся в Вегас Сити Холл на самой престижной премии радиовещания «Радиомания-2019». Я рада быть услышанной и рада, что радио до сих пор пользуется такой популярностью и то, что посредством радио мы свои песни доносим до нашего слушателя. Когда звучит Ваша песня на радио, Вы делаете немножко погромче, подтанцовываете в этот момент? Ну так, чтобы подснять для сториз, возможно, да, но я зачастую переключаю. Потому что пока ты сведёшь музыку, ну ты её любишь, конечно, обожаешь, но должно пройти какое-то время, чтобы ты спокойно отнёсся к тому своему творчеству, которое звучит на волне какой-либо. Каково это, вот получить такую награду? Как ты себя чувствовал на сцене? Это просто очень приятно тем, что я просто на сцене говорил, что это челлендж чисто из России, как бы шёл на весь мир. И это очень-очень редко происходит, практически вообще. То есть до этого челленджа, по-моему, не было челленджа такого масштаба, чтобы все люди в мире принимали участие. Мира, мы недавно выкладывали в Инстаграм историю «Улица, фонарь, кино». Расскажите, что за кино? А это пока маленький секретик, да. Ну, могу сказать, что это небольшое кино, оно экспериментальное, и мне было очень интересно там сняться. Как вы боретесь с осенней хандрой? Вы знаете, мне повезло, но пока ещё не наступило. То, что только началась осень, но меня спасает любовь. Сейчас, да. Раньше это всегда были книги. Но в целом я очень люблю читать, да, и меня всегда от всего абсолютно спасали книги. Ой, я пишу песни, вот сейчас как раз пишу песню, скоро она выйдет. Всю хандру туда, всё в музыку. Николай, поздравляем, я с плоти микрофона. Спасибо. Что вам по радио больше заходит? Рэп, хаос или ракешник какой-нибудь? Я играю в такую игру. Я задаю вопрос сам себе, например, какой-то ещё ответ на него, и включаю радиостанцию, любую, например. И песня, которая звучит, ну, конечно, радиостанция, на которой крутятся русские песни. И как бы песня является ответом на поставленный мой вопрос, такое гадание на радио. Очень порадовали ваши дуэты с певицей Зиверт. Вы считаете, это прорыв сейчас на данный момент на нашей эстраде? Ну, во-первых, это, я бы не назвал это дуэтом с певицей Зиверт, просто это был такой красивый проект на фестивале «Жара», где по замыслу организаторов молодое поколение поёт дуэтом с поколением, так скажем, более старшего возраста. Субтитры сделал DimaTorzok